Входит генерал в столовую с инспекцией. Проходит, смотрит, пробует все и говорит, кто дежурный по кухне. Подбегает солдат и говорит, я. Генерал посмотрел на него и спрашивает, почему лавровый лист в суп не кладете. Солдат отвечает, так ведь не жрут, товарищ генерал. Сара спрашивает Абрама, что значит пословица. Кто рано встает, тому бог дает. Решили проверить. Оделся Абрам в хороший костюм, туфли. Вышел в пять часов. Только за угол зашел. Его раздели до трусов. Дали пинка. Ровно через 15 минут он возвращается. Сара в ужасе. Абрам, что случилось? Тот посмотрел на нее и отвечает, Сара, кто-то уже раньше меня встал. Мужик приходит к врачу и говорит, доктор, как мои дела? Как анализы? Кал. Врач посмотрел записи и отвечает. Да, голубчик, ничем не могу вас порадовать. Анализы плохие. Акал, так полное говно. Сын ссорится с родителями и говорит им. Мне надоело постоянно быть с вами, приходить всегда вовремя. Я хочу романтики, свободы, классных девчонок и пива. Все, я ухожу. И не пытайтесь меня удержать. Направляясь к выходу, у двери его догоняет отец. Сын Грозда, папа, ты чего не слышал? Я же сказал, чтобы вы даже не пытались меня останавливать. Отец посмотрел на него и отвечает. Погоди минуту, я с тобой. Бывший полицейский рассказывает своему сыну сказку. Дала доброй феи дяде волшебную палочку. Стал он с ней возле дороги. Махнул раз, остановил жигули. Дали дяде 10 долларов. Махнул другой, остановил грузовик. Дали дяде 20 долларов. Махнул третий раз, остановил волгу. Жена улыбаясь. И дали дяде столько палок, что пришлось ему менять работу. Двух туристов ночью искусали комары, после чего они решили спрятаться в палатке. Через некоторое время один из них высунулся наружу и увидел огоньки светлячков. Тот резко прячется в палатку и в ужасе говорит. Петь, что делать? Они возвращаются, но уже с фонариками. Маленький сын вбегает в комнату к маме и горько плачет. Мама спрашивает. Сына, почему ты плачешь? Сын, сквозь слезы. Мы с папой были на рыбалке, папа поймал большую рыбу, а когда вытягивал удочку, леска оборвалась и рыба уплыла. Мама, улыбаясь, ну так а что тут плакать, сына? Ты уже взрослый мальчик и должен понимать, что в таких ситуациях надо не плакать, а смеяться. Сын, сквозь слезы. Так я сначала и засмеялся. Очередь в аптеке, бабка, а за ней девица лет 20. Бабушка уже лекарства купила. По сумкам рассовывает, и девица наклоняется к окошечку. Мне пачку презервативов и валерьянку. На что бабка живо оборачивается. Волнуешься, дочка? Зря. Принес мужик анализы в поликлинику. Вытаскивает три литровую банку мочи. Медсестра ему говорит, ты бы еще чемодан говна принес. Мужик, доставая из-за спины чемодан, и говорит, как знал, что понадобится.